Продолжение следует... Продолжение следует... Либо попробовать просто настройки громкости звука. Вот у кого-то, видите, слышно не очень, у кого-то слышно отлично, у кого-то громко. Коллеги, а есть ли кто-то у нас, кто впервые участвует в вебинаре? Просто на всякий случай, для того, чтобы понять, насколько нужно детально рассказать. Есть. Коллеги, вебинар продлится, судя по тому, что утром он у нас занял час и шесть минут. Примерно столько же, я думаю, он будет длиться и сегодня, сейчас, вернее, вечером. В конце вебинара вы все получите сертификаты участников. На экране будет информация о том, как эти сертификаты получить. А в чате я дам код, который нужно будет ввести для того, чтобы сертификат сгенерился для вас персональный. Все сертификаты именные, они будут отправлены на указанный вами адрес электронной почты, и также вы их сможете скачать, они перед вами появятся на экране. Это моменты организационные. Я постараюсь во время вебинара отвечать на ваши комментарии в чате. У нас сегодня вебинар будет, я надеюсь, довольно живой, потому что я несколько видео приготовил, коротеньких, которые мы посмотрим. Потому что то, о чем я собираюсь поговорить сегодня, это первый вебинар из целой серии. У нас на самом деле лето, мы хотим посвятить новым технологиям в обучении. И компьютерным технологиям, и бесплатным средствам, которые есть в интернете, которые можно использовать. И mobile learning, самым разным аспектам. То есть то, что поможет вам немножко по-другому вести занятие, если вы посчитаете это необходимым. А вот что это такое, давайте мы поговорим. Я предлагаю сегодня во время вебинара разобраться очень быстро с тем, что же такое mobile learning. Это относительно новый термин. Давайте мы с вами посмотрим на то, как на самом деле дети пользуются смартфонами. Как можно использовать мобильные устройства и смартфоны, и планшетные компьютеры для раннего обучения английскому языку. То есть круг вопросов не такой большой, но на самом деле это довольно любопытная информация. Итак, что такое mobile learning? Ну, по названию понятно, что это обучение с помощью мобильных устройств. Коллеги, а скажите, пожалуйста, знаете ли вы вот такую аббревиатуру? BYOD. Кому из вас она встречалась? Что она обозначает? Кто вспомнит? Вот к нам продолжают прибывать коллеги из Коми-Республики. Мы только-только начали. Вы абсолютно ничего не упустили. У нас буквально первый слайд. Итак, коллеги, встречалась вам аббревиатура BYOD. Brain around device. Да. Откуда она появилась? Дело в том, что пытались, уже несколько лет назад, делались попытки перевести на обучение с помощью мобильных устройств. Конечно, это очень неплохо было бы, когда у нас учебник в планшете есть, и все учебники в одном и том же планшетном компьютере. Его легко носить, не надо детям тяжелые рюкзаки носить, ничего не забудешь, все у тебя под рукой. Но беда в том, что даже в весьма богатых странах, сейчас, кстати, и планшеты стали гораздо дешевле, и смартфоны, но тем не менее, несколько лет назад даже в весьма богатых странах, например, в Вашингтоне, в столице США, пытались обеспечить всех учеников, все школы планшетными компьютерами. И оказалось, что это слишком дорого, что это невозможно себе позволить. Потому что кроме того, что дать планшет, на него же надо еще установить нужное программное обеспечение, это определенные расходы. А потом нужно еще как-то учитывать эти устройства, то ли выдавать ученикам перед уроком, то ли выдавать ученику на год, и что ученик будет делать этим планшетом, тоже большой вопрос. Поэтому получилась такая парадоксальная ситуация. С одной стороны, дети очень любят электронные формы, разные интерактивные упражнения и прочее. Дети это любят, учителя видят уже потенциал того, что можно с помощью этого делать, а устройств не хватает школьных. Поэтому пришли к такому пониманию, что дети могут приносить с собой смартфоны сами и ими пользоваться. Главное, чтобы учитель мог направить их в этом использовании и использовать те средства, которые детей чему-то научат. Кстати, коллеги, а как у вас ситуация? У вас в школах разрешается пользоваться смартфонами, например, на переменах или во время уроков, или полностью запрещается? Почему я спрашиваю? Потому что в ряде стран, например, в Великобритании, смартфоны им пользоваться запрещают вообще в большинстве школ. То есть дети приходят с утра в школу, они смартфоны сдают, они запираются все эти смартфоны в отдельные ящички специальные, и детям они выдаются только после окончания занятий. Либо ребенок может на перемене взять, но если ему родители написали записку, что-то в такое-то время, ему будут звонить, просьба выдать. А у кого из вас разрешают пользоваться смартфонами и пользуетесь ли вы сами на занятиях, может быть на частных уроках? Вот, например, Светлана пишет, что общая образовательная школа разрешается, а в начальной школе ограничения есть. Коллега под именем Ирина Ди пишет, мы даже поощряем. А напишите, пожалуйста, для чего ваши дети пользуются смартфонами, учебный центр, доп. образования. Посмотрите, какие разные подходы. Где-то строгий запрет, причем это все в рамках одной страны, а где-то даже поощряют. Что дети делают с помощью смартфонов? Пока вы пишете, мы с вами пойдемте дальше узнавать, как дети. Электронный словарь, Google карты, замечательно. То есть есть бесплатные приложения, кто-то играет, запись аудио, замечательно. Яна Александровна пишет, играют. Они играют просто в какие-то игры для развлечения, или это что-то образовательное? Пока коллеги пишут, мы про развлекаются. Да, такое тоже бывает. Иногда прямо во время урока бывает такое. Поэтому в таких случаях есть, наверное, смысл изобретить. Тем не менее, мы про особенности мобильного обучения сейчас поговорим через несколько минут. А пока я бы хотел вам задать пару вопросов. Скажите, пожалуйста, коллеги, вот исходя из вашего опыта, вот Мария Александровна пишет, пользуемся вместо бумажных учебников. Замечательно. Скажите, пожалуйста, коллеги, исходя из вашего опыта, вот то, что вы видите вокруг, а в каком возрасте у детей появляются смартфоны и планшеты обычно? Например, у ваших учеников, у ваших родственников, в 7 лет точно, в первом классе, это уже 6 лет, да? А как вы считаете, есть ли некий правильный возраст для начала пользования мобильным устройством, например, не раньше, чем в 6 лет, или наоборот, раньше надо, или еще позже? Как вы думаете? Или, предположим, как бы вы рекомендовали бы? Вот так, для кого-то смартфоны и планшеты – это имидж родителей. Родители пытаются показать, что они могут детей обеспечить. Вот коллеги пишут, надо после 10 лет, лет с 10, зависит от цели, позже, чем позже, тем лучше. Надо бы позже, но в наше время это нереально, вот это очень реалистичный взгляд. А почему позже, кстати? Как вы считаете? Кто-то пишет, например, в 5 лет уже нормальный возраст. То есть, посмотрите, какие даже у нас в профессиональном кругу, и то взгляды разные, правда? Дети должны научиться учиться и развлекаться сами. Наверное, да. Должны появиться общеучебные умения. А смартфон может отвлечь. Я правильно продолжаю мысль? Позже готовим психологически для объема информации. Вот это очень ценное замечание, потому что море информации, ее надо учиться структурировать. А это умение анализа, это умение критического мышления, а абстрактное мышление вообще заканчивает в целом формироваться примерно к середине второго класса. А это уже 7 лет. Да? Осознанный выбор контента явно не в 7 лет. Полностью согласен. Мой сынок 2 года 8 месяцев смотрит образовательные мультики, сам находит в Ютьюбе. Да, кстати, вы, наверное, обращали внимание, что вплоть до того даже, что за что-то заплатить, вот эти платежные терминалы на улицах стоят, дети им прекрасно пользуются. И терминалы, и электронную очередь, они прекрасно знают, куда надо нажать, чтобы получился какой-то результат. То есть умение детей, они очень-очень в начальном возрасте начинаются. И вот что по этому поводу думают врачи, кстати, не опасно ли? А давайте мы посмотрим. Я нашел кое-какую статистику. Я постарался статистику найти от 15-го года и более современного. Если не оговорено специально, то это данные, которые я вам показываю, это 17-й год и публикация 18-го года. Вот посмотрите, как интересно, какая же реальная ситуация. В Германии смартфоны есть у 51% детей в возрасте от 6 до 13 лет. В Великобритании в возрасте уже от 5 до 7 лет у 20% детей есть мобильный телефон. Потом, конечно, резко возрастает количество. А в США данные у 97% детей в возрасте до 4 лет. То есть посмотрите, 2-3 года детям. Как раз то, о чем коллеги писали. Уже 97% детей в возрасте до 4 лет пользовались смартфонами. И большинство из них, это до 4 лет, уже имеют собственные. И это данные 2015 года. Это American Academy of Pediatrics дает эти данные. И очень интересный комментарий, то, что пишет Вера, дети современности, у них уже мозг другой. Действительно, ведь меняется еще и восприятие. И в чем это проявляется? Длинные тексты дети уже просто не воспринимают в учебниках. Уже современные учебники, они, как правило, содержат серию коротких текстов. Тексты стали короче. Задания стали больше элементов и больше шагов, кстати, для их выполнения. То есть, если для большого текста задания были довольно короткие, 2-3 надо сделать операции, чтобы выполнить, то сейчас гораздо больше получается. Марина Абрауна пишет, что очень сильно портится зрение при активном использовании смартфонов и планшетов. Вы знаете, наверное, да, но опять зависит от того, как их использовать. Если мы в темное время суток пользуемся светящимся экраном, если мы мелкие шрифты читаем, то, конечно, это мешает. Но вот мы сейчас посмотрим на то, что советуют педиатры. Кстати, мы посмотрели на данные зарубежные. Можно, конечно, сказать, что в России ситуация не та. Но насколько она не та? Вот посмотрите, то, что Вера пишет. Усичусь на 20 минут. Раньше это считалось отклонением, сейчас норма. Здесь зависит от возраста. Для какого возраста это отклонение норма. Например, для первого класса 20 минут это очень хорошо. У них вообще 15 минут более-менее нормально. Если дети постарше, у них 20 минут, это, конечно, мало. Правда же? Зрень интенсивным чтением книг испортила. И такое тоже есть. Я, коллеги, могу пожаловаться от себя. Я уже больше 20 лет ношу контактные линзы. И я замечаю, что когда день проводишь за компьютером, а это постоянная работа, то с утра тексты одной и той же презентации читаются легко, а к вечеру они читаются гораздо сложнее. Даже в течение суток есть изменения. Но ладно, мы взрослые люди. Но нам надо подумать о том, как детей уберечь от потенциальных проблем. Так вот, что же происходит в России? Посмотрите последние данные. В России 59% детей в возрасте до 12 лет имеют возможность регулярно использовать смартфон или планшет родителей. То есть больше половины. При этом, посмотрите, какая интересная тенденция. До 3 лет у каждого 10-го ребенка есть собственный смартфон или планшет, а в 3 года резкий скачок. В 3-6 лет у 42% детей есть собственный смартфон или планшет. То есть не только родительский, но уже и свое. Вы, наверное, помните, мы все в детстве читали книги, приключения, фантастику, фильмы смотрели. И когда в детстве читали про то, что ой, видеофоны, можно позвонить, увидеть на видео, можно получить информацию, можно оплатить каким-то чудесным устройством, можно всегда музыку с собой носить, слушать. А вот то, что казалось фантастикой, сейчас это уже везде и вокруг есть. То есть то самое будущее, которое было для нас тогда, в прошлом, казалось будущим, это будущее уже наступило. И то, как вы совершенно верно отметили, дети уже поменялись. Они по-другому воспринимают мир. Они по-другому работают с информацией. Их не устраивают те учебники, которые нам казались классическими и замечательными. Даже видео длинное дети сейчас воспринимают по-другому. Они по-другому работают с информацией с экрана. И вот это очень важный момент. К чему я это говорю? Я это говорю к тому, что на самом деле отсюда следуют очень четкие выводы. Некоторые приемы обучения, к сожалению, уходят в прошлое. Почему они уходят в прошлое? Просто потому, что дети сейчас работают с информацией по-другому. С другой стороны, вот эти некоторые изменения, их обязательно надо компенсировать. Потому что если ребенок не умеет анализировать и выбирать информацию, это очень плохо для ребенка прежде всего и для его будущей деятельности. Что же говорят педиатры в ответ на те вопросы, которые он задавал парой слайдов раньше? American Academy of Pediatrics в одном из недавних исследований написала следующую фразу. There is no right age to expose children to screens or hand them their own cell phone. Но при этом есть такая-то рекомендация. Я специально выпустил возраст. Я предлагаю вам посмотреть на эту рекомендацию и подумать, какой здесь возраст написан в оригинале. American Academy of Pediatrics recommended that children younger than определенный возраст should avoid using digital media regularly, except on video chatting. Вы имеете в виду 21 год? 12 лет? Ну да, я полагаю, что мы все возраст пишем в годах. Верно? Какие еще идеи есть? 6 лет? Посмотрите, какая разница. 12 и 6. 7 лет? 3 года? То есть уже не школьный. 2 года? Тут уже прям хочется спросить, кто меньше даст. А давайте мы посмотрим на реальные цифры. Я когда увидел, я, честно говоря, удивился. Посмотрите, вот вам фраза и вот вам ссылка на это исследование. American Academy of Pediatrics recommended that children younger than 18 to 24 months should avoid using digital media regularly, except on video chatting. То есть что считают американские педиатры? Да, вот Мария практически угадала. На самом деле 24 месяца это действительно 2 года. Американские педиатры считают, что вреда здоровью мобильные устройства не приносят, чисто технически, при правильном использовании. Но при этом, если ребенка меньше, чем 2 года, то для видео общения рекомендуют использовать, например, с дедушкой, с бабушкой, помахать рукой по скайпу и прочее. Но никакого другого использования регулярно не советуют. А вот с 2 лет уже, пожалуйста, как считают педиатры, почему бы и нет. Эти цифры могут удивлять, но вот такова реальность. Она, конечно, может от страны к стране меняться. Если бы мы с вами посмотрели бы, как меняются резко цифры, например, Тайвань это одно, Южная Африка уже другая, другие цифры, как на самом деле используют, то здесь есть о чем задуматься. Для России эти цифры могут немножко отличаться. Но с точки зрения здоровья, вот у нас есть рекомендация. И давайте-ка мы с вами посмотрим теперь вот на что. Что же ребенок предпочтет? Вот теперь вопросы уже пошли по тому, как дети работают с информацией. Коллеги, исходя из вашего опыта, дети дошкольного и младшего школьного возраста, что предпочет ребенок? Почитать книгу или посмотреть мультфильм? Смотреть мультфильм, конечно. Поиграть в одиночестве с игрушками физическими, там машинки или еще что-то, или поиграть в интерактивную игру на мобильном устройстве. Интерактив. Выполнить упражнение в книге или выполнить интерактивное упражнение? Опять интерактив. И еще один важный момент, рассказать о своих достижениях вживую кому-то, или проще написать и отправить сообщение. Например, через WhatsApp или через какой-то еще мессенджер. Вот Виктория Викторовна пишет вживую. Вы знаете, есть очень интересное наблюдение. Это наблюдение совершенно из другой сферы, но проблема вот в чем. У современных детей и подростков тоже очень страдают social skills. Очень страдают навыки общения вживую именно. Не умеют просто этого делать. Маленький пример, который и специалисты в сфере туризма и обслуживания приводят. Сейчас очень снизилось, по сравнению с тем, что было еще лет 5-6 назад, очень снизился оборот клиентов в кафе и ресторанах. Не только в России, тут можно было бы списать на экономические условия, но в большинстве стран мира. Что это значит? Это значит, что за единицу времени, за час, клиентов гораздо меньше проходит через кафе и ресторан. Угадайте, пожалуйста, из-за чего так происходит? Что повлияло? Я подскажу, здесь ответ кроется в технологиях. Поменялось само поведение клиентов. Что здесь имеется в виду? Если раньше люди заходили в кафе, они что делали? Брали меню, выбирали быстренько по меню, пока им несут еду, они могли между собой поболтать, им приносят еду, они поели, пообщались, расплачивались и уходили. Сейчас совершенно другая ситуация. Приходят в кафе, начинают фотографировать интерьеры. Им принесли меню, они читают меню, параллельно просматривают в соцсети. Потом они сделали выбор, ждут еду. Вместо того, чтобы общаться друг с другом, опять же, иногда нередки стали ситуации, когда подростки друг другу сообщения через стол отправляют по мессенджеру. Скорее чем, будут говорить. То есть, все сидят и с телефонами вот так вот смотрят на что-то. Потом им принесли еду, они начинают фотографировать, чтобы выложить в инстаграм или кому-то фотографии отправить. Соответственно, опять на несколько минут удлиняется переход к приему пищи. Затем, когда поели, расплатились, уходят. То есть, получилось, что почти в два раза упала проходимость клиентов за единицу времени. Для кафе это большая проблема. И действительно, они сейчас решают, как бы, то ли Wi-Fi отключать, но это не спасет. Потому что сейчас такие тарифные планы, что интернет очень доступен за совсем небольшие удобные деньги. То ли еще как-то делать. В каких-то ресторанах пытались запретить пользоваться телефоном, то люди просто перестали идти. Так что, наверное, скорее всего, все-таки придут к тому, что деваться некуда. Просто вот люди стали по-другому себя вести. Почему это важно для нас с вами? Это важно потому, что дети по-другому работают с информацией. То, как мы им предлагали раньше работать, им уже это неинтересно. Сама реальность жизни такова, что они привыкают к пользованию другими вещами. И мобильные устройства – это не враги. Это просто признак нового времени и это новые возможности. В чем они заключаются? Вот сам термин «мобайл лернинг», то есть изучение с помощью мобильных устройств. Чем отличается мобайл лернинг от обычного? Во-первых, это всегда интерактивность. Любая игра, обучающая, не обучающая, любое действие со смартфоном – это мгновенный отклик. Когда можно мгновенно получить информацию, мгновенно увидеть, правильно или неправильно что-то сделал, и это удобно. Это мобильность. Можно учиться в любое время. Если достаточно интересный материал, то какое-то видео можно и в общественном транспорте посмотреть. Родители взяли ребенка в поход по магазинам, ребенку скучно, ему есть чем заняться. Всегда он телефон достал и во что-то либо играет, либо общается с кем-то. Это многофункциональность. Еще лет 10 назад многие были озабочены выбором, какой лингофонный кабинет выбрать. Сейчас лингофонный кабинет никому не нужен, потому что планшет может справляться с той же самой задачей. Можно слушать аудио, можно записывать себя, и вы писали, что вы используете для того, чтобы записывать выступления, высказывания детей. Тот же самый видеоплеер. Уже никому не нужны и DVD-диски, уже диски вставлять некуда, в общем-то, и компьютеры не особо нужны. Вот эти вот компьютеры уже удобные. Да, формирующие оценки, отслеживающие своего успеха. Вот та самая интерактивность, она помогает здесь. И диктофон, и даже электронная почта уже не особо нужна, потому что отправил письмо, и сиди, жди. Дошло, не дошло, прочитал, не прочитал. Когда мне ответят? В мессенджере отправили сообщение, переслали файл, и вы тут же видите, получил, не получил человек, прочитал или не прочитал. Сразу видно, какого там цвета галочки, или подпись появляется прочитана. То есть, Mobile Learning заменяет множество устройств, и очень сильно может облегчить задачи, но опять же, при правильной организации. Правда же? Вот, коллеги, с вашей точки зрения, что вам удобнее? Как вы считаете? То есть, мы сейчас уже говорим про Mobile Learning. Каким оно должно быть? Как удобнее, например, с точки зрения обучения иностранным языкам? Знакомить детей с новой лексикой с помощью фотографии? Знакомить с помощью видеоролика или анимированной картинки? И вот сразу ответ, что картинка. Правильно. Фотография – это скучновато. Там нет движения. Видеоролик – это слишком долго. Там можно многое показывать, а нам нужен мгновенный отклик. Как вы считаете, озвученные упражнения нужны, если мы мобильным устройством пользуемся, или можно без них обойтись? Звук нужен. Дети будут хотеть. А упражнения гораздо лучше, если будут выглядеть как игры. То есть, дети могут не осознавать, что они чему-то учатся, при условии, что действительно какие-то действия происходят. А вот теперь самый главный вопрос – как же можно сделать так, чтобы под видом игр дети чему-то учились? А давайте мы посмотрим. Я покажу примеры конкретные. А, еще один круг вопросов, очень маленький на самом деле. Как вы считаете, если мы занимаемся ранним обучением английскому языку? Раннее обучение – это дошкольники и начальная школа. Нужно ли при этом развивать память детей? Или достаточно только на обучении лексики, грамматики и прочим сосредотачиваться? Конечно, нужно. А не языковые умения. Не просто узнать, как цифры называются, но и поучиться считать, например, по-английски. Поговорить о том, как соблюдать правила дорожного движения, а не только, как называются, я не знаю, дорожные знаки, участники движения на английском. Конечно, нужно. Далее важный вопрос. А контролировать усвоение материала с помощью мобильных устройств нужно ли? Я думаю, что все ответят – нужно. Конечно. И последний вопрос, коллеги. А хотели бы вы иметь возможность мгновенно отослать результаты работы ребенка родителям? Или наоборот, если вы что-то задали на дом, чтобы вам не тетрадку проверять, а вам просто прислали картинку с результатом работы, вы ее посмотрели и получили информацию? Наверное, да. Это удобно. Давайте мы теперь посмотрим на примеры. Я буду показывать… Давайте мы поговорим о том, как можно использовать возможности мобильных устройств в изучении. Во-первых, конечно, это могут быть специально разработанные обучающие приложения. Мы про это поговорим чуть-чуть. Это использование мобильных устройств для просмотра видео. Это из YouTube-видео и какие-то еще каналы. И это использование для отправки результатов родителям. Но опять не чтобы вы сидели, отчет писали, или чтобы родители шли в какой-то онлайн-дневник, вводили пароль и искали, чего там ребенок сделал. Потому что, чтобы понять, что ребенок сделал, это вам надо вводить информацию. А было бы удобнее, чтобы приложение мгновенно это все сделало само за вас. Вам только на кнопку нажать на нужную. Давайте посмотрим на эти примеры. Татьяна Леонидовна пишет, что надо бы устроить на Windows. Вы знаете, дело в том, что мобильные устройства на Windows сейчас встречаются крайне редко. Windows – это все-таки компьютеры настольные. Больше есть мобильные планшеты, вернее, планшеты на Windows, телефоны на Windows. Но как-то они пока технологически проигрывают устройствам на Android. Их абсолютное большинство. И второе по количеству – это устройство на iOS. Android больше всего. Больше, около 70% во всем мире мобильных устройств – это мобильные устройства на Android. Если вас интересует статистика. Я вам покажу примеры того, как может работать приложение обучающее. На примерах приложение Тинки Линки. Это бесплатное приложение пока что. Это специальное приложение для раннего обучения языку и развития детей. В нем 15 тем, 250 слов. 250 слов на 15 тем – это вроде бы и немного. Но если мы с вами вспомним требования примерной программы для начальной школы, то там за всю начальную школу по иностранным языкам ребенок должен усвоить 500 слов. Здесь ровно половина. Это приложение включает в себя игровые тренировочные упражнения. То, что выглядит как игры. Там же есть, естественно, озвучка. Есть развивающие задания и есть контроль. Давайте мы посмотрим. Вы можете потом зайти на сайт tinkielinki.ru. Там есть раздел приложения. И вы можете это большое приложение скачать бесплатно. Есть приложения небольшие, одиночные. Какие темы в этом приложении есть? Вот вопрос пока что. Это значит, что скоро появятся ограничения? Нет, здесь не вопрос ограничений. А вопрос в том, что мы собираемся увеличить это приложение, добавить туда новых ресурсов. Но новые ресурсы будут добавляться, наверное, все-таки за какие-то небольшие деньги. Подчеркну, речь идет об очень небольших вещах. А вот бесплатный материал, давайте посмотрим, что сейчас существует. Вот какие темы у нас есть. Причем есть темы для совсем начинающих детей. И есть темы для более продвинутого уровня. То есть, то, что могут с легкостью освоить дети года в два уже, это тема фрукта, животные, птицы. Потом для детей постарше это фейсенбори. Понятно, что там включено. Игрушки, цвета. Потом для совсем постарше детей уже повседневные действия. Дом, цифры и счет, овощи, формы и фигуры, времена года. И, наконец, совсем для детей постарше уже это безопасность на дорогах, это в городе тема и алфавит. Давайте мы посмотрим на конкретных примерах. Потому что рассказывать можно многое, но нам надо посмотреть, удобно ли, что нам это может принести, и что это можно использовать. Вот уже коллега пользовался приложением, поэтому очень приятно услышать отзывы. Итак, как мы знакомимся с лексикой? Дается с помощью анимированных озвученных рисунков. И что здесь удобно, можно это знакомство повторять сколько угодно раз. Вы сейчас видите перед собой на экране картинку из приложения Seasons, и вот там, что ни нажми, все тут же откликается. И слово Autumn прозвучит, и нажали на облачко, там дождь пошел, нажали на термометр, он скажет Cool, it is cool, про погоду. Ну, соответственно, в другое время года, там будет и hot, и cold, и прочее. Давайте мы посмотрим пример того, как дети знакомятся, но уже из другой темы, с новой лексикой. Перед вами сейчас на экране должно появиться видео. Я пока поставил на паузу. Коллеги, скажите, напишите, пожалуйста, как только видео перед вами появится. Хорошо? Просто дело в том, что перед кем-то быстрее, перед кем-то попозже, здесь зависит от интернета. А вот это видео, это презентация названий овощей, но посмотрите, как она сделана. Детям не показывают просто карточку, говорят, это помидор или это тыква. А здесь детям показывают. Вы нажимаете на тыкву, звучит ее название, нажимаете еще раз, и дети видят, что можно из этой тыквы сделать на самом деле, какие игрушки. Давайте посмотрим, причем это игрушки абсолютно реальные. Пампкин It's made out of a pumpkin Corn It's made out of corn Onion It's made out of an onion Beetroot It's made out of a beetroot Lettuce It's made out of lettuce Pepper Ну вот про перец я не буду показывать, потому что иначе это время много займет. То есть на самом деле вы можете сколько угодно раз перелистывать, снова и снова смотреть одно и то же и прочее. И вот вы уже видите реакцию. Причем мы когда придумывали вот эти игрушки, мы их не сами придумали. Мы взяли то реальное, что существует в мире. Это food carving. И здесь дети могут познакомиться с тем, что можно сделать. Я сам каждый раз, когда на это смотрю, думаю, вот хорошо бы устроить какой-нибудь, я не знаю, там обед для гостей, для друзей и сделать вот такие вот вещи. А out of lettuce, там не салат, там сделана лодочка, в которую можно положить салат. То есть мы видим из листка у нас сам кораблик сделан, в него зубочистка воткнута. И там сделана из сыра, из ветчины или просто ломтик сыра плавленого, квадратик. Это фарус и внутрь положен салат. Вот такие вот вещи. То есть about перед нами, ну да, мы говорим it is made out of lettuce. Причем мы показываем, что это именно out of предлог здесь. То есть не from, не of, а out of. То есть потребовался некий технологический процесс. Я сейчас расскажу, что там еще за секреты есть. Но давайте мы с вами вернемся все-таки к презентации, для того, чтобы посмотреть на другие вещи. Но как вы считаете, коллеги, вот такое знакомство с лексикой, оно будет более эффективно, чем, например, просто в книжке-картинке смотреть или как-то еще называть эти овощи другими путями. Причем, вы знаете, мы пытались сделать так, чтобы детям было интересно порассматривать, снова вернуться к этой теме. Опять же, пошли, как я говорил, пошли с родителями в магазин, ребенку скучно, можно еще посмотреть. Вот даже коллеги пишут, мне само интересно. Давайте посмотрим, что еще. Развитие памяти. Перед вами на экране типичный совершенно memory game. Это когда перед нами карточки, мы на них нажимаем, перед нами открываются, надо найти соотносящиеся пары. Нет, для компьютера такой версии нет, это только для телефонов и для планшетов на андроиде. Но посмотрите, как сделать так, чтобы это memory game не только на развитии памяти работало, а работало еще и на изучение языка. На самом деле, довольно просто. Нужно, чтобы при нажатии на картинки не только картинки появлялись, вот да, можно потрогать, не только картинки появлялись, но еще, чтобы звучали слова. Давайте я вам покажу, как это работает. Опять же, видео маленькое сейчас перед вами появится на экране. И мы просто увидим, как это делается. Memory game есть практически в каждой теме. Я сейчас вам показываю видео из темы игрушки. Я надеюсь, что оно перед вами появилось уже. Давайте посмотрим. Там буквально полминутки. У нас много сегодня таких коротеньких видео будет. Клинки. eda Клистья Клистья Клинки. 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 Kleinка Клинки. Лара. Клистья Принка Клинки. Клинки. ХОРС 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 ХOРС ХОРС Дети познакомились с предметом меблировки С тем, что мы можем увидеть дома А потом, посмотрите Появляется каждый раз по 4 картинке звучит название какого-то из этих предметов одного и нужно нажать я хотел сказать кликнуть но сейчас знаете даже в русском языке по-английски это глагол tab когда мы пальцем нажимаем даже по-русски стали писать тапните на картинке так вот юнити тетет а текча я все таки по-английски это скажу если вы правильно картинку определили поняли на слух то у нас зеленый огонечек загорается если неправильно то красный и мало того что он красный загорается потом картинку которую неправильно определили еще раз программа сама вам покажет и произнесет это слово то есть если ребенок ошибся ничего страшного ему покажут еще раз запомнят то есть это не учитель который показывает нет же это вот такая карточка программа это сделает сама давайте мы посмотрим на видео на коротеньком как это работает но на другой теме на очень непростой теме алфавит вы знаете насколько детям трудно бывает итак коллеги сейчас перед вами должно появиться видео напишите пожалуйста как только появится чтобы не было у нас зависок коллеги на ноутбук это не установится только для пара для мобильных устройств да это и для цифровой школы работает конечно же это будет готово появилась да ну что ж давайте посмотрим как мы обучаем детей чтобы они название букв в алфавите запоминали потому что вы сами знаете это ключ к тому чтобы дети потом правильно читали хотя бы открытый тип слога я когда это видео записывал специально сделал ошибку вы увидите джи а вот сейчас будет ошибка а и видите нам программа показала какие буквы были нажаты ошибочно мы можем снова запустить эту игру буквы будут другие всплывать в другом порядке то есть можно с этим поработать а вот викторий виктор пишет нельзя поработать на уроке с классом на самом деле можно поработать во первых помните принцип bring your own device дети если вы детям скажете вы сейчас можете достать ваши планшеты ваши смартфоны установить себе эту бесплатную программу вы им заранее сказали а теперь запускаем вот это вот если не у каждого ребенка есть то по одному на парту по крайней мере будет помните статистика 59 процентов детей имеют смартфоны и планшеты поэтому мы говорим достали запустили и давайте работать в парах это как раз поможет так что с этим можно поработать действительно вам не надо на своем устройстве это иметь не обязательно достаточно чтобы дети могли сделать и с этим будет понятно и так возвращаемся к презентации вот как мы работаем с пониманием на слух что еще есть но дело в том что очень важно чтобы дети пытались и чтобы это было действительно игрой чтобы это было соревнованием чтобы была мотивация и мы можем пытаться не просто узнавать на слух но есть другой тип игры а узнавание на скорость здесь ребенок соревнуется сам с собой вы видите изображение у нас это и это из темы животные я покажу видео но есть другой тем чтобы мы могли разные посмотреть у нас есть песочные часы игра раунд игры длится ровно минуту и ребенок смотрит сколько он может узнать в данной ситуации животных и так далее давайте мы посмотрим опять же пример из алфавита который стимулирует чтобы ребенок снова и снова почему из алфавита потому что животным повеселее там у нас вроде бы что-то живое есть и прочее алфавит это абстрактно довольно скучная тема коллеги напишите когда перед вами появится изображение видео снова вот вы знаете насчет села дело в том что планшеты и телефоны стали очень дешевыми я уже говорил что за 3000 конечно для кого и 3000 это тоже немалые деньги особенно если зарплата есть мы знаем какие средние зарплаты в россии реальная не то что статистика нам рисует но тем не менее как правило на семью один телефон или планшет есть можно посоветовать родителям дома дать ребенку поиграть итак появилось видео давайте мы посмотрим на эту игру когда правильно букву нажали приятный звук раздается когда неправильно ребенок ошибся а здесь мы тренируем и внимание и усидчивость и наблюдательность кроме самих названий букв естественно д а видите у нас в песочных часах песок пересыпается из верхней колбы в нижнюю у нас еще меньше остается времени ю у в май ведь я ошибся не засчитывается эта буква д д а она все, у нас часы замигали мало времени осталось И мы видим оценку Good job У нас появился какой-то бонус У нас каждый раз разный Но при этом мы не говорим ребенку, что Ой, как ты плохо сделал, как ты мало узнал Мы можем зайти потом в родительский раздел И увидеть, сколько действительно ребенок пособирал То есть цифры мы можем сказать Но никто ребенка ни в коем случае не наказывает И говорит, что там мало чего-то сделано Или плохо, или прочее Вот такие есть игры для узнавания на скорость Конечно, мы развиваем и моторику В приложении есть раскраски Вот мы, например, видим игру к теме цвета Одну из игр Это раскраска Причем здесь тот же самый принцип У нас есть картинка, которую мы раскрашиваем Перетаскивая краски из палитры На нужное место И как только мы краску нажимаем У нас звучит название этого цвета Например, blue, purple, white и так далее То есть вроде бы ребенок играет Он вроде бы художественным творчеством занят Но при этом он название запоминает Но я вам хотел показать видео Немножко с другим примером Это тоже творческая работа для моторики Потому что не все так просто Я хотел вам показать игру на развитие моторики И в то же время на запоминание названий частей тела Из темы Face and Body Посмотрите, пожалуйста Сейчас перед вами опять появится видео Напишите мне, как только оно появится Так, передо мной, перед самим Что-то оно не желает появляться Какой-то Еще раз попробуем Утром все работало Но видите, вот они технологии Ну, коллеги, если не появится ничего страшного Мы немножко сэкономим время А, вот теперь только загрузилось Появилось перед вами? У кого-то уже есть Ага, появилось Давайте посмотрим В чем здесь смысл? Ребенок может выбрать одну из игрушек Которую он сейчас будет создавать Но нам не просто ее надо собрать А следовать инструкциям Давайте посмотрим, как это работает Сначала появляется образец Потом мы выбираем какую-то игрушку Я в данной ситуации выбрал собачку, например Нажимаем на нее Слышим, что нам нужно выбрать первым Eyes И перетаскиваем, соответственно, картинку Если мы ее неправильно перетащили Она не встанет на место А как только мы собрали У нас картинка оживает То есть мы учимся оживлять Какую-то игрушку Вот таким путем Вроде бы простенько все Для ребенка главный смысл игра Но чтобы эту игру правильно выполнить Чтобы вообще в нее поиграть Нужно услышать И правильно понять Как называется вот эта часть тела по-английски И самое главное контроль То, что мы говорили То, что превращает в развивающую функцию В обучающую контроль Это родительский режим У нас в правом верхнем углу Вы видите слева У нас есть изображение родителей Когда вы зайдете туда Вы увидите Что здесь есть отчет Если вы ввели имя ребенка То там появится это имя Либо просто будет написано Ваш ребенок играл в такую-то игру Столько-то минут Или, например, там собрал паззла За столько-то Запомнил 4 названия овощей Нашел 4 пары картинок Это Memory Games То есть есть четкие отчеты И вы видите, сколько действительно Ребенок занимался Чем в этом приложении Точно так же Когда ребенок Заканчивает какую-то игру Внизу есть у нас кнопочка Поделиться Вот такой вот треугольничек Если вы на него нажимаете То для того, чтобы Ребенок сам не начал Всем подряд отправлять Чтобы доступ был только у взрослого Там появляется надпись Hold your finger for 3 seconds Вы держите пальцем 3 секунды Эту кнопочку И тогда появляется, например, вот такая вот картинка Поделиться Появляется изображение И идет информация Когда вы нажмете поделиться Информация будет отправлена Но вы можете отредактировать Эту надпись Вы можете ввести имя ребенка Вы можете выбрать На каком языке пойдет эта информация На русском или на английском Соответственно, если на русском То здесь тогда мальчик или девочка От этого зависит Потому что раскрасил и раскрасил Совершенно разные вещи, конечно же И потом, например Alex has colored the picture wonderfully И вы отправили эту картинку И можно получить информацию О том, что у нас произошло И отправить можно через любой мессенджер Через любую программу Которая установлена у вас На мобильном устройстве То есть посмотрите И через Viber, и через WhatsApp И через сообщения И через Instagram можно отправить Можно по Skype То есть любые технические средства Которые заложены в программе В смартфоне Программа сама сможет использовать Вы выбираете Вы сами выбираете Как можно сделать Точно так же и родители Могут отправить информацию вам Вот, но вы знаете На самом деле Главный вопрос остается Насколько все-таки Мобильное обучение эффективно Может ли планшет Заменить учебник Или не может Может ли программа Когда-нибудь в перспективе Заменить учителя Или не может Вот я согласен с Татьяной Которая пишет Что нет, не может Действительно Как выглядеть на родителей отправку В правом верхнем углу Когда вы приложение запускаете Там есть изображение взрослых Такое, два силуэтика Вы на него нажимаете Перед вами появляется Система проверки Вам нужно математический пример Простенький решить Для того, чтобы программа Дала доступ Это просто таблица умножения И тогда вы попадаете В раздел для родителей Но, коллеги, посмотрите, пожалуйста Есть целый ряд исследований Которые показывают Что мобильное обучение полезно Оно повышает внимательность То есть концентрацию внимания Это то, что у детей проблемы О чем вы сами в начале вебинара и сказали Оно развивает мышление Ну, мышление-то умение анализа Синтеза Это все в основе мышления лежит Оно повышает мотивацию Но при этом Значительного роста качества Обучения языку По сравнению с использованием книги За исключением Если не читать Развитие умений Понимать на слух Не доказано Поэтому технология Мобиль Леунинг Она не заменяет Традиционных приемов Обучения книг Она только позволяет Удачно их дополнить Каким образом можно это делать У книги есть свои большие плюсы Которых никакой интерактив Пока еще подменить не может В силу ряда причин Как можно организовать Мобиль Леунинг Во-первых, это дополнение к книгам Например, на уроке Мы знакомим детей с новым материалом По книге Первичная отработка идет Нового материала Опять же по книге У нас сюжетная история Есть и прочее А вот потом Закрепление дома Это вполне можно с мобильным устройством Либо начать в классе С мобильным устройством А дома дети продолжают Сейчас вот в этой серии Тинки-линки Есть 15 книг От простых тем к сложным Раньше уже вышло 7 книг Но они назывались у нас Детские, английские Мы потом переназвали серию Тинки-линки И в 2018 году Еще 8 выйдут На сайте с уже вышедшими книгами Можно познакомиться Да, действительно Это не столько книга Сколько учителя живого общения Это очень важно Потому что те же самые навыки Социализации работают Еще 8 книг выйдут В ближайшее время Вот посмотрите Например, книга Времена года Она довольно простая Яркие картинки У нас есть простая История Описание этой картинки У нас есть то, что Помните по стилистике Называется Синтаксический параллелизм Когда все у нас Грамматически построены Одинаково фразы И у нас есть Как раз эта история То есть абсолютно одинаковые фразы Которые дети Дополнят Да, это можно на уроке И вот у нас Поиграли, посмотрели в книге Познакомились с понятием Cold По-английски Посмотрели, что можно делать зимой Поработали с прописями Либо пальчиком Либо карандашом Закрасили вот эти вот буквы Поделали другие упражнения Которые в книге есть Я сейчас не буду про них Подробно рассказывать Вы можете страницу Сами скачать Посмотреть Но потом перешли в приложение А там уже у нас есть И memory game И на соотношение И на озвучку И прочие вещи Я думаю, что вы согласитесь Что книга плюс приложение Это все-таки эффективнее И удобнее И это повышает И то, что называется Learn autonomy Самостоятельность в изучении И это будет удобнее А вот здесь Посмотрите Пример из книги Которая еще не вышла пока Это уже для детей постарше Тут целая сюжетная история Все построено на материале США И картинки в американском стиле И слова там Есть варианты Например, британский и американский То вы увидите На следующем У нас дорожный полицейский Называется Traffic Warden Здесь И посмотрите Здесь уже целая история Джеку 6 лет У него родители Сегодня на работе А Джек живет С мамой и папой И у него есть щеночек Чалы И с Джеком Бэбиситтер пришла И вот Бэбиситтер пришла Они засмотрели С телевизор А Чарль выскочил во двор Погнался за бабочкой И убежал Они заметили Что пес убежал Помчались сразу за ним Чтобы его найти И посмотрите Вот у нас Мы познакомились С тем Как называется дом Мы видим Как называется крыльцо Front door stairs И прочее У нас есть картинка Которую мы докрашиваем У нас есть сюжет Потом мы дальше Вместе с детьми Следим Наблюдаем за тем Как они пытаются Найти этого пса Он убежал вдоль По улице Мы ищем его Где он находится Мы читаем Что у нас на улице То есть у нас По сути появляется Перед вами визуальный словарь Словарь в картинках Справа у нас Есть рабочая область Тренировочная Где мы соотносим Слова новые С картинками Мы узнаем Эту историю А потом В мобильном приложении У нас как раз Эта тема продолжается Где мы те же самые вещи Видим уже интерактивными Мы их отрабатываем В упражнениях На понимание На слух И прочее Да Эти картинки Действительно Они абсолютно В американском стиле Написаны Но я дальше Не буду про это говорить Вы можете посмотреть Потом Сами страницы Из этой книги Когда она появится Я думаю Что где-то в августе Эти книги уже Выйдут из печати То есть можно Со всей этой серии работать Учитывая Что эта книга Стоит дешевле 100 рублей Каждая книга А мобильные приложения Комплексные У вас есть Я думаю Что это хорошая помощь Одно к другому Конечно Можно и без этих книг Мобильные приложения Использовать Но вы видите Что книги И приложения Они у друга дополняют Здесь И как мы уже говорили На занятии Мы работаем с книгами А дома Ребенок самостоятельно Занимается Мобильным приложением И смотрит развивающее видео Приложение Сейчас можно скачать Прямая ссылка Есть на сайте TinkyLinky.ru Есть специальный YouTube канал TinkyLinky Вот мы говорим Что за развивающее видео Которое ребенок Будет смотреть А давайте я вам покажу Это видео У вас есть пока еще Силы На то Чтобы видео Трехминутное Посмотреть Да Это действительно Blended Learning Смешанное обучение Это один из Современных подходов Есть Хорошо Давайте мы тогда Посмотрим Одну секунду Вот это видео Это серия комиксов На самом деле Сейчас оно у вас загрузится Требуется некоторое время Сегодня интернет Видимо не очень хорошо работает Давайте подождем Пока оно появится И как только появится Напишите пожалуйста В чате Что оно появилось Вот у меня Только-только Появилась заставка Этой серии Появилась у вас Хорошо Давайте посмотрим Здесь тексты На русском языке Вот эти приключения То есть ребенок поймет Но вывески на английском А информация на английском Тоже дается То есть здесь Как бы мы потихонечку Погружаем детей В языковую среду Но при этом Мы не ожидаем от них Что сейчас они все-все-все Будут понимать Это для маленьких детей Как дополнение Это не часть приложения Это просто Дополнительные материалы Давайте посмотрим Дополнительные материалы Дополнительные материалы Продолжение следует... 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 У нас будет проводить вебинар в июне Алена Евгеньевна. Она как раз будет говорить о бесплатных сервисах, например, о тех, как можно создавать комиксы самим. И это вот как раз такие вещи. Есть хорошие сайты. Я на своих следующих вебинарах, которые запланированы будут на июль уже, я как раз буду показывать и то, что можно на компьютере использовать. А пока посмотреть можно какие-то видео. Вот у нас материалы есть в группе Тинки-Линки и так далее. ВКонтактам пользуются очень многие. Поэтому, коллеги, присоединяйтесь к группе, посмотрите, что там есть. Там много вещей, которые можно на уроке использовать. Скачать, там есть и раскраски и прочее, то, что можно распечатать, либо предложить родителям. Коллеги, подводя итоги на сегодня, скажите, пожалуйста, вот что из того, что мы с вами услышали, для вас оказалось или новым, или просто показалось неожиданным? То есть, вроде бы знали более-менее, но вот именно вот так неожиданным показалось. Был ли что-то такое сегодня новое? Есть коллеги, которые уже присоединились, это очень приятно, вы тогда ничего нового не пропустите. Исследники педиатров. Действительно, я сам, когда подбирал эту информацию, я был поражен. Оказывается, до какого возраста уже спускается использование телефонов, смартфонов, планшетов. И что, потому что я часто слышал от родителей сомнение, как, разве можно, да что такое, да это плохо для ребенка. Оказывается, врачи считают, что ничего здесь страшного нету. Но опять же, здесь самое главное, все хорошо в меру. И все хорошо в зависимости от цели, для которой мы используем эти вещи. Коллеги, а что вам сегодня оказалось полезным? Потому что одно дело неожиданное, другое дело полезным. Приложение. Ну вот здорово, что оно вам понравилось. Там действительно много полезных ресурсов, которые мы специально создавали, продумывали, закладывали, чтобы этим можно было пользоваться. А что из увиденного сегодня вы попробуете применить? Приложение, книги, тем более, что ряд книг, 7 книг уже есть. И все они стоят там по 70 рублей, по-моему, с небольшим. Приложение установили на телефон. Замечательное видео, да? Это тоже интересные вещи. Мы продолжим наши с вами беседы об использовании вот этих современных технологий. У нас, кстати, в июле планируется мастер-класс один по созданию веб-квестов. У нас 19-го будет небольшой вебинар. Будет проводить наш с вами коллега-учитель из лицея из Волгограда. Он будет рассказывать о своем опыте создания веб-квестов. И это будет небольшой онлайн-тренинг. И на июль мы планируем мастер-класс. То есть мы надеемся, что, как всегда, летом появится возможность узнать что-то новое и научиться вот этим вещам. Новую серию книг, чтобы приобрести. И это все появится очень скоро. Коллеги, следите за информацией. Можно подписаться на группу издательства Титл в социальных сетях. Мы есть его ВКонтакте. И на Фейсбуке можно просто одним словом набрать Титл Паблишерс. И вы найдете и по хэштегу, и так далее. Мы регулярно проводим конкурсы. Это конкурс, который позволяет и бесплатно книги выиграть, и какие-то другие интересные моменты. И посмотрите, коллеги, еще. 22 июня, то есть совсем уже скоро, мы будем проводить однодневный всероссийский семинар-тренинг. Это тренинг очный. Сейчас и про скидку скажу, Мария Александровна уже посмотрела. Итак, коллеги, в Инстаграм просто добавляйте в друзья, ставите лайк и подписка оформилась. Итак, коллеги, мы будем проводить бесплатный всероссийский семинар-тренинг. Многие приезжают, подтвердили участие не только Москва, Московская область, Калужская область. Приезжают учителя из Саратова, из Энгельса, из Челябинска, из многих других городов. Посмотрите, что это будет за семинар. Регистрироваться можно онлайн. Мы в понедельник вечером разошлем всем информацию о точном месте проведения семинара, где именно в Лобнинск. Мы сейчас рассматриваем несколько вариантов, чтобы это было удобно. И мы сегодня подумали, что, наверное, будет иметь смысл не просто семинар провести, но и пригласить участников в издательство, показать, над чем мы работаем, что у нас происходит. И кофе-брейк мы, наверное, устроим в самом издательстве. Я думаю, что так будет гораздо приятнее. Это редкий шанс, когда учитель может попасть в само издательство и посмотреть вообще, например, как дизайнеры работают на учебниках и так далее. Что в программе за тренинги? Причем это не лекция, это именно тренировочное занятие. Как научить читать по-английски? Этот тренинг будет проводить Клария Сакуна Кауфман, автор курса hopenglish.ru и учебных пособий. Следующий тренинг. Определяем достижение метапредметных результатов. Его будет проводить Алена Евгеньевна Козеичева, автор учебных пособий серии «Метапредметный портфель». Затем, после перерыва, готовим победителей Олимпиад по английскому языку. Это выступление, именно само занятие будет проводить Артем Петрович Гулов, у которого есть свои победители. Он учитель, наставник абсолютных победителей Всероссийских Олимпиад 2015-2016 года. И он является сейчас тренером команды Москвы, подготовив к Всероссийской Олимпиаде. И я завершу этот день своим тренингом «Пишем эссе по-английски». Я его, скорее всего, на английском языке проведу. Мы получимся вместе с участниками как быстро и просто решать ряд задач и проблем у старшеклассников, как вообще по-английски можно научить писать эссе. Есть ли возможность трансляции онлайн? Коллеги, мы сейчас этот вопрос решаем. Я думаю, что если не весь тренинг, то большую часть выступлений мы, наверное, сможем провести трансляцию. Кстати, и в группе во ВКонтакте тогда, поэтому подпишитесь на нее. И, наверное, в группе в Фейсбуке. На тренинге всегда полезнее участвовать живьем, когда мы именно тренируемся. Но я думаю, что с трансляцией мы как-то вопрос постараемся решить. Я не могу на 100% обещать, но мы эту программу решаем. И, коллеги, обратите внимание вот еще на новый момент, который появился. Мы начали выпускать художественную литературу, неадаптированную. И это электронные книги. У нас сейчас вышли уже первые книги в следующих сериях. Первая новая серия – это «Title Journey Classics». По названию понятно, это литература, которую могут читать школьники. Без адаптации она вполне доступна. Например, вышла хорошая книга канадского писателя. Книга называется «Animal Heroes». По-английски писателя зовут Эрнест Томпсон Ситтон. По-русски его почему-то всегда называли Эрнест Ситтон Томпсон, переставив имена. Ну, так иногда бывает. И там замечательные рассказы о животных. Причем это действительно животные герои. Их героизм в разных ситуациях проявляется. Но это не просто электронная книга. А плюс еще аудиокнига для скачки, записанная носителями языка. И комплект электронная книга плюс аудиокнига стоит всего 50 рублей. И в этой серии будем продолжать выпускать литературу, которая понятна и доступна по уровню детям и интересна. Вот Борис Иванович к нам присоединился. У Бориса Ивановича вечер уже. Борис Иванович из Читы нас слушает. Борис Иванович, а вам удалось пока послушать или начать что-то читать? Посмотрите. И еще одна новая серия книг. Это Титл Акшн. Здесь по названию понятно. Здесь будут детективы, боевики, остросюжетная литература, фантастика. И мы начали с двух книг с фантастики. Это Эдгар Райс Берроус «A Princess of Mars». И вторая его книга «Тарзан». «Tarzan of the Apes». Это те книги, по которым снимаются фильмы, которые дети и подростки смотрят. Здесь язык посложнее, но тем не менее он доступен старшеклассникам, выпускникам школы. Да и нам с вами почитать иногда может что-то быть интересное. Точно так же по 50 рублей пока. Это электронная книга плюс аудио. Можно читать и слушать одновременно. Можно просто слушать как аудиокнигу. То есть самые разные варианты. Нет, QR-код вам по почте не нужно, Борис Иванович. Вы просто заходите в интернет-магазин. Там же, где аннотация. И в аннотации написана ссылка. Вы эту ссылку копируете, вставляете в браузер и просто скачиваете аудиокнигу. И все. То есть ничего ждать не нужно здесь. Это все вам доступно абсолютно. Поэтому вы можете скачать прямо сейчас пойти. Ну что ж, коллеги. Мы на этом завершаем наш вебинар. Большое спасибо за внимание, за то, что вы вечером... Я сейчас дам вам код для сертификата. Вот, большое вам спасибо за то, что вы вечером, в преддверии каникул, уставшие после ЕГЭ, ОГЭ и прочего, вы потратили ваше время и силы. Я очень надеюсь, что мне удалось вам показать новые возможности, которые, может быть, вы пока еще не изучали или не задумывались о них серьезно. Но на самом деле это то, что нам позволяет не только разнообразить наш арсенал методический, но еще и дает одну хорошую возможность. Дети мотивировано работают сами, потому что для них это выглядит как игра. А мы хоть немножечко можем спокойно посидеть, отдохнуть и получить удовольствие от того, как дети применяют язык и видеть то, чему мы их научили. Ну что ж, коллеги, код для скачивания сертификата я вам дал. Код действует для тех, кто впервые у нас. Только три часа после окончания вебинара. Поэтому не откладывайте. Получите сертификат сейчас. Проверьте, все ли получилось. То есть сертификат у вас и в окне появится браузер, вы можете его скачать, и он будет автоматически отправлен по электронной почте на тот адрес, который вы укажете. Плюс, когда вы зайдете, залогинитесь на сайте под вашим именем, то вы всегда сможете в раздел «Мои сертификаты» зайти, и вы заново можете этот сертификат сгенерировать. То есть один раз создав, он у вас навсегда остается. И в электронной почте, и на сайте, и так далее, и так далее. Неверный код пишет. А, коллеги, прошу прощения, действительно код не тот. Это я ошибся. Видите, не зря мы с вами проверили. Это код от предыдущего вебинара, он уже закончил свое действие. Исправляю свою ошибку. Теперь код правильный. Проверьте, пожалуйста, еще раз. Я прошу прощения за такую задержку. Все ли у вас получается? А, и коллеги задавали вопрос про 27%. Получилось, замечательно. Про 20% вот что. 17 июня издательству «Титул» исполняется 27 лет. Годы идут, то есть издательство уже почти 30 лет для вас работает. Здесь и все инновации в методике, и традиции, и лучшее, и прочее. По случаю 27-летия издательства мы решили сделать в интернет-магазине скидку 27%. Это будет на все товары абсолютно, которые в интернет-магазине EnglishTeachers.ru, кроме тех электронных книг, которые я вам сейчас показал. Но там 50 рублей, 50 рублей, не такая большая сумма, наверное, чтобы еще скидку делать. А вот все остальное и дорогие вещи, и игры, которые по 1000 рублей, например, стоят, и электронный учебник английский для взрослых, который сейчас 500 рублей и так далее. Скидка будет 27%. Срок действия скидки, конечно, ограничен. По 22 июня включительно. Поэтому, коллеги, посмотрите, начиная с воскресенья, все можно будет купить почти на треть дешевле, даже при том, что цены невысокие в магазине. Тем не менее, все равно. Я думаю, что пригодится. Татьяна Геоднин пишет, что не получилось пока... Нет, картой можно оплатить, все в порядке. Вы когда выбираете оплату, выбираете оплату картой и вводите информацию. Все работает. Я сам периодически в нашем интернет-магазине какие-то книги покупаю. Мне так удобнее, например, отправить в подарок своей школьной учительнице и прочее, чтобы не самому на почту идти. Я картой Сбербанка плачу абсолютно нормально. Ну что ж, коллеги, мы на сегодня заканчиваем наш с вами вебинар. Если есть какие-то вопросы или комментарии, с удовольствием отвечу. Если нет, то потом можно будет задать эти вопросы на сайте EnglishTeachers.ru. Подписывайтесь на наши группы в соцсетях, чтобы быть в курсе информации и в курсе конкурсов, которые только в соцсетях проходят, не на форуме. Следите за информацией на форуме. И подпишитесь на всякий случай в группу Тинки Линки. Там много интересного для раннего обучения и будет еще больше. Море бесплатного материала интересного. В том числе и для уроков, и для родителей. И приложение Тинки Линки я надеюсь, что вы уже себе запланировали скачать и установить. Ну что ж, спасибо, коллеги. И, кстати, да, по возможности оставьте в Google Play отзывы об этом приложении. Напишите, оценку поставьте, что понравилось. Если что-то не понравилось, тоже напишите, с вами техподдержка свяжется. Хорошо, нам это очень важно, видеть обратную связь, чтобы понимать, чего добавить. Что еще можно было бы сделать. Ну что ж, спасибо еще раз, коллеги. Я вам желаю доброго вечера и приятного. И, как обещал, вот ровно час-шесть минут, столько у нас вебинар и продлился. Начали с опозданием, но уложились в это время. Большое спасибо. До свидания, уважаемые коллеги. Продолжение следует...